Приветствую вас, Анастасия. Обратите, пожалуйста, внимание своё на то, что вы не задаёте конкретного вопроса. То есть вы говорите, помогите советам, как себя вести, да, но как себя вести, чтобы что, вы не говорите. А это очень важно. Очень важно понимать, с чего вы хотите. Если сохранить отношения с молодым человеком, это одно. Если разобраться в себе, это другое. Но очень важно, чтобы вы ответили себе на этот вопрос. На вопрос о том, чего же вы хотите. Что я увидел в вашем сообщении? Ну, во-первых, я увидел заниженную самооценку и созависимый тип взаимодействия с мужчинами. Или с мужчиной. Как угодно это называется. Объективно получается так, что человек действительно вас использует. К сожалению. Так, правда получается, что человек вас использует. И, конечно, хорошего в этом ничего нет, но в некоторой степени человек использует вас только потому, что вы ему это позволяете. Вы в данной истории выступаете в качестве жертвы. То есть, вот вы только старались, вы так много всего сделали для него, а он вот теперь не оценил, не понял того, что вы для него сделали. Он очень плохой, очень плохой человек. И вы не знаете, куда себя деть и как себя вести. Ну и чувство вины вам тоже существенно, скажем так, мешает. Вообще, чувство вины есть невыраженная агрессия. Агрессия, которую вы кому-то когда-то не смогли выразить. И я думаю, что было бы весна неплохо, если бы вы преследовали бы этот момент. Уточнили, а откуда у вас чувство вины? Почему вы считаете, что должны молодому человеку? Почему вы считаете, что обязаны делать для него то, что делали? Я думаю, что из-за своей нуждаемости в свадьбе, из-за своей нуждаемости в отношениях Анастасии, вы предавали себя. Вы запрещали себе делать какие-то вещи, вы отказывали себе во внимании к себе самой. И это вылилось в такой аспект. Это вылилось в такой момент. Я думаю, в этом нет ничего странного. Я думаю, в этом нет ничего необычного. Я бы разобрался в первую очередь с чувством вины и по-моему, с вашими желаниями. Потому что есть ощущение, что не молодой человек вас как таковой интересует, а ваши собственные сложности. Ваши собственные трудности. Ваши собственные сомнения и противоречия. Вот как вы восприняли то, что человек стал по-другому к вам относиться? Как вы это восприняли? Восприняли ли вы это на свой счет? Мне кажется, восприняли. Если восприняли, то с этим нужно разбираться. Если восприняли, то это нужно исследовать. И постараться сделать так. Постараться сделать так. Чтобы на вас это не оказывало существенного влияния. И вот если это будет сделано, если вы не будете чувствовать себя виноваты, а будете действовать только так, как вам хочется, только так, как вы считаете для себя возможным. Вот тогда, в таком случае, я думаю, что ситуация будет гораздо лучше. Гораздо приятнее и гораздо комфортнее для вас. Гораздо приятнее и гораздо комфортнее для вас. Такая вот история. Гораздо приятнее. позволяете себя использовать. Точнее, ради чего вы позволяете себя использовать. Я полагаю, что это имеет смысл тоже поисследовать. Имеет смысл поисследовать вот этот момент. Дальше. Вы пишите, что он стал худе к вам относиться. То есть вы пишите, что он перестал говорить о свадьбе и не хочет знакомить вас с родителями своими и так далее. Мне вот хочется спросить у вас, что это значит именно для вас? Что он не хочет больше знакомить вас с родителями, что он не хочет как-то вот идти с вами на сближение и прочее прочее. Вы понимаете ли вы это на свой счет? Если вы понимаете, то почему? В каких это вам отказывает желание? Вот у меня сложилось такое ощущение, что вы хотите, ну, своего рода семью. Хотите свадьбу. Хотите, чтобы это все было у вас. И ради этого мы делали все, что было нужно. Но не лучше ли спросить себя, а почему мне это так важно? Ведь если молодой человек готов изменить свое отношение ко мне после того, как у меня не получилось то, о чем я его предупреждала, то, может быть, он либо это сделал специально, чтобы не вступать со мной в серьезные отношения, либо, может быть, он относится не относится ко мне, безусловно, как любящий человек, а относится ко мне условно, как человек не любящий. Ведь не может же на любовь повлиять один эпизод, причем не оскорбляющий его как личность и как человек. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Продолжение следует...